Несколько смотровых площадок. На каждой показательные выступления сотрудников СОБР и ОМОН. Учебный центр управления Росгвардии позволяет отработать разнообразные задачи сотрудникам. От задержания опасных преступников, которые пытаются скрыться на транспорте и штурма высотного здания с элементами высотной подготовки, до поиска взрывных устройств со служебной собакой. На кинологическом городке мы можем готовить специалистов-кинологов со служебными собаками по предназначению. У нас в управлении Росгвардии кинологи со служебными собаками занимаются поиском взрывчатых веществ. Мы на кинологическом городке отрабатываем общий курс дрессировки на полосе препятствий и специальный курс по поиску взрывчатых веществ в ручной клади, в автомобильном транспорте и помещениях. Для бойцов все действия привычны ежедневный труд. Это их работа. А вот для ребят из 38-й школы – настоящее приключение. Выставка современного оружия и боевой техники оказалась не менее интересной для гостей мероприятия, чем выступления бойцов. Служебный автомобиль, выполненный на базе КАМАЗ модификации «Патруль», не раз участвовал и в боевых задачах, и в учениях. Поставляется спецподразделением и позволяет выполнить задачи как в городе, так и в лесу. Автомобиль на самом деле уникальный в плане того, что он модульный. Днище машины выполнено конусного типа. Соответственно, при подрыве взрывная волна уходит в стороны, тем самым спасая жизнь личного состава, который находится внутри. Автомобиль пятого класса защиты, то есть крупный калибер, его не берет. Все показательные выступления прошли в рамках культурно-спортивного фестиваля Центрального округа «Открытая Росгвардия» второй раз. Повседневный труд ОМОНовцев и СОБРовцев интересен для тех, кто со службой не связен. Выступления выглядят эффектно, будто на минуту попадаешь в эпицентр боевика. Но для самих сотрудников все это обычный рабочий день. В машине вставай! Давай! Открывай! Фестиваль «Открытая Росгвардия» проводится в три этапа. Финал для победителей региональных этапов состоится в столице, где между собой будут соревноваться представители 25 команд от территориальных органов и воинских частей ЦФО. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».